Этот выпуск будет посвящен вынужденному переселению шмелинной семьи в шмельник. Я построю шмельник из обрезков дубовых досок и поселю в него шмелей. С детства я люблю наблюдать за шмелями. Мне нравится их миролюбивый нрав и яркая окраска шубки. Дед мой был пчеловодом. У него была пасека из 30 ульев. Летом, когда я гостил у бабушки с дедушкой в деревне, я помогал деду с пчелами. А когда приезжал старший брат, мы отправлялись с ним в лес за шмелями. И у нас была своя шмелинная пасека. С тех пор прошло много лет. Недавно я купил себе участок с домом. За участком много лет никто не ухаживал. Он зарос полевой травой и на нем сложилась своя экосистема. Освоение участка я начал со скашивания травы триммером. После очередного прохода леской триммера над поверхностью земли, я увидел знакомый комочек из желтых покон. Над ним начали летать шмели. Я срезал триммером шапку шмелиного гнезда. В этом месте на полянке гнездо в таком виде нельзя было оставлять. Я накинул на него скошенную траву на время, сделал шмельник и в тот же день успешно пересадил в него первую семью. Это семья шмеля Конского. Достаточно редкий вид шмеля, который в Московской области даже внесен в Красную книгу. Укус этого шмеля довольно аллергенный и болезненный. При пересадке я прочувствовал это на себе. Шмель ужалил меня в мизинец. На следующий день после укуса мизинец на руке и половина ладони распухли и сильно болели. Пришлось принимать противоаллергенные препараты. Но самое главное, что семья шмелей сохранена и помещена в сухие и добротные апартаменты. Вторая семья шмеля полевого, пересадку которой я буду сейчас показывать, также обнаружилась после скоса травы, да еще и на месте планируемых в дальнейшем работ. В этот раз я решил сделать сразу два домика для шмелей и снять сам процесс на видео. Шмельники я сделал небольших размеров, потому что пошла уже вторая половина лета, обнаруженные семьи небольшие и уже вряд ли сильно разрастутся. Осенью семья выпускает на зимовку молодых маток и умирает, поэтому жить в шмельниках в этом сезоне им еще месяц от силы полтора. Я намеренно сделал шмельники грубые, из нестроганных досок. Выровнял лишь примыкающие смежные стенки шмельника, строгал поперек волокон, чтобы стенки оставались шероховатыми. Вход в улей я расположил на сантиметр выше уровня пола и сделал его диаметром 10 миллиметров. Этого размера достаточно, чтобы свободно пройти шмелю и в то же время не содрать обножку. Шмель далеко не всегда четко идет на посадку во входное отверстие, возвращаясь с полей. Бывает промахивается и врезается в стенку. Я не раз наблюдал такие промахи, поэтому шмельники лучше оборудовать посадочной площадкой, литком. На нее и приземляться удобнее шмелю и стартовать. Для циркуляции воздуха в шмельнике обязательно устраивается вентиляционное отверстие на противоположное от входа стенке, ближе к крыше. Отверстие снаружи закрывается мелкой сеткой. Осталось сделать крышу. Крыша будет съемная, двухскатная. Две половинки крыши соединяются между собой двумя брусками, которые центруют положение крыши относительно коробки шмельника и защищают крышу от сдвига. Крыша, да и весь шмельник в целом получились довольно увесистые. Чтобы шмелям в домике было сухо в самый сильный дождь, крышу я покрыл обрезками гибкой черепицы. Гвоздями закрепил только коньковую часть. Все, оба шмельника готовы и я успел к вечеру. Шмелей после пересадки в шмельник я буду переносить на новое место, поэтому на входное отверстие обязательно надо сделать заглушку, чтобы шмели в момент пересадки не выползали. Сама пересадка выполняется ближе к закату, когда все рабочие шмели возвращаются на ночь в гнездо. Гнездо шмеля это бесформенное нагромождение коконов желтоватого цвета. В зависимости от вида шмеля, оно может находиться под землей в старых мышиных гнездах, скворечниках или, как в этом случае, под омхом. Пересадка гнезда заключается в переносе коконов с маткой в шмельник. Чтобы шмелям проще было привыкнуть к новому месту, под коконы лучше положить подстилку из старого гнезда. Шмели кружат над старым гнездом, часть из них сразу залетает новый шмельник, где коконы и матка, часть продолжает рыться на старом месте в поисках гнезда. Несколько особо упертых шмелей я поймал в коробок и запустил через отверстие в шмельник. Когда уже совсем стемнело, я закрыл шмельник и перенес его на новое место, под яблоньку. Поставил на кирпичи и открыл вход. Ночью они все равно уже никуда не полетят, а начнут работать с утра. На следующий день шмели уже вовсю работали на новом месте. Значит пересадка прошла успешно. А сейчас я покажу вам такую шмелиную семью, которую сам я ни разу в жизни не видел. Количество особи подсчитать невозможно, но я думаю, что их там не одна сотня. Вход в гнездо между кирпичами, на которых стоит дом. Шмели туда непрерывно таскают нектар. Судя по раскраске, это большой земляной шмель. Спустился в подвал. В подвале лежит копнушка сена и вся гудит. Такое ощущение, что она вся шевелится. Переносить их куда-то или уничтожать я не буду. Пусть живут и приносят пользу. Но приподнять сено и посмотреть, что внутри, все-таки очень хочется. Когда еще такая возможность представится? Я приподнял ближний ко мне край копнушки. Шмели по вылазили просто отовсюду. Посмотрите, какая красота. Я думаю, что это лишь часть большого гнезда. Осенью, когда гнездо опустеет, молодые матки улетят на зимовку. Я поворошу сено и посмотрю, сколько коконов в нем было. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А я пойду перечитаю книгу Халифмана. Шмели и термиты. И теперь, что secrets Cаянина. А я аду не смех. Но ничего не делал мне! И kriegen все время в доме. Пр stretchedла. И в локум селевший клуб. Кубка-путалек. Кубка-пальк. Кубка-палька. Кубка-пайк. Кубка-пальк. Кубка-пайк. 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 Продолжение следует...